Приветствую вас, и давайте я сперва попробую ответить на вашу прямую просьбу, то есть конкретно, что можно сказать родителям по поводу вашего парня. Можно сказать то, что нужно в этой ситуации, это спокойно, твердо, уверенно в себе, независимо, то есть не бродящим тоном, а утвердительным тоном, утверждающим тоном сказать, что вот, вы знаете, я буду жить молодым человеком, и всё, по сути, больше ничего вам говорить не нужно. Но проблема в том, и это уже не ваш прямой вопрос, проблема в том, что вы не готовы так сказать, вы слишком сильно зависит от мнения родителей, и прежде чем говорить им о парне, желательно, чтобы вы пересмотрели своё отношение к ним, и спросили себя, а почему, собственно говоря, в адекватных них нет? Они хотят, чтобы вы были счастливы? Они хотят этого? Если хотят, то логично предположить, что их устроит всё, что сделает счастливый вас. Но если они по каким-то причинам не принимают вашего молодого человека, то это их личные проблемы. Это их личные переживания и конфликты. К вам они, эти конфликты, отношений не имеют. Ведь вам жить с парнем, не родителям, а вам. И родители с ними дают просто рекомендации какие-то, и не более того. Тут нужно понять, в первую очередь, что они за вас беспокоятся. Не опасается, что с вами кто-то сручится в наше неспокойное время. И хотят вас защитить. И убедятся они только лишь тогда в том, что этот парень вам подходит. Когда, по факту, вы будете уже с ним и будете счастливы. И они увидят тогда свет в ваших глазах и смирятся. Смирятся с тем, что вы уже взрослые. И это следующий момент, а про них тяжело принять. Вы ребенок, для них ребенок. И они не могут признать и принять тот факт, что вы уже взрослый человек. Для них это сделать очень сложно. Невозможно. И им кажется, что вы до сих пор еще маленькое и немаленькое дитё, которое нуждается в защите, которое нуждается в помощи, в опеке и так далее. И вы не переубедите их в обратном. Вы не сможете заставить их думать иначе, потому что иначе они не были бы родителями дома. Но, и что нужно сделать реально, это перестать загибнуть от их мнений. Сейчас, когда вы взрослый человек, у вас есть своя точка зрения, наша, а у них своя. Поскольку вы взрослый человек, то вы становитесь равны им, ничем не худе, но и не лучше их в общечеловеческом смысле этого слова. Это означает, что так же, как и их мнение, ваше имеет право на существование. Это означает, что так же, как они – хозяева своей жизни, так и вы – хозяйка своей жизни. Это означает, что ваш выбор – это ваш выбор, и нести его только вам. И потому вам, в первую очередь, нужно сказать родителям о том, что вы понимаете их, понимаете их желание вас защитить. Понимаете их желание, вам добра, вам счастья, желание. Но скажите, что вы, родители, это счастье и добро понимаете по-своему. А я по-своему. И я сделаю свой выбор. В любом случае. Вы можете либо принять его и быть со мной, либо не принять его и от меня одолиться. По сути, если родители ваши вас любят искренне, и ими двигают действительно желание вас защитить, то со временем они смирятся. Если ими двигает нервы больше что-то другое, так, что, к сожалению, тоже бывает. То да, они, конечно, не смирятся, они будут к вам также негативно настроены, но вы тогда уже будете знать, что к любви, простите, это отношения не имеет. Это что угодно, но не любовь. Это что-то другое. Может быть ревность, может быть страх, что вы их бросите, может быть что-то еще, но это не любовь. И, соответственно, слушать мнение человека, который относится к вам со своими личными целями, со своими личными желаниями и интересами, и стремится вас подделать, подстроить под эти самые свои интересы. Ну, определенно не что. И вы знаете, родители в этом случае, они воспринимают как, знаете, не единственный, наверное, и, к сожалению, не первый случай, когда люди окружающие вас стремятся использовать вас для достижения своих целей. Вот, если родители действительно относятся к вам именно так, то им, к ним применимо такое же поведение, как и к людям, которые вас используют. То есть, объективно нужно перестать преувеличивать роль ваших родителей, вашей жизни. Потому что, да, когда вы были маленькая, их роль была очень, очень внушительная. Но сейчас, когда вы уже взрослый человек, их роль стала меньше. А вы стали самостоятельно определять, как вам, как вам жить и как вам, что делать. А родители, по привычке, еще стремятся навязать вам свои какие-то взгляды. И вот именно это нужно понять, что их поведение продиктовано в основном привычкой. Их поведение продиктовано в основном устоявшимся стереотипом, который формировался годами, когда вы были еще маленькими. И если вы изменились, то они нет. Они остались такими. И в этом и потому есть вечный конфликт детей и родителей. Родители остаются теми, кем они являются, а дети меняются. Из-за этого родители никогда не могут понять своего ребенка полностью, хотя он является, по идее, самым близким ему человеком. Поэтому вам вот это все, что было сказано, необходимо как следует обдумать и решить за себя, что вы определяете свою жизнь сам. Другие люди, неважно кто, родители, друзья, знакомые, другого, либо принимают ваш выбор и живут с вами в согласии, либо не принимают и отдаются от вас. Это их выбор. То есть дайте себе право выбирать, дайте себе право выбирать. Позвольте себе самостоятельно делать выбор. Ну и позвольте другим людям также делать свой выбор самостоятельно, вне зависимости от вашего выбора. И уважая свой выбор, уважайте выбор других людей. И если это возможно, то поработайте над уменьшением идеализации родителей, над уменьшением влашимости и роли в вашей жизни сейчас, ибо как они по инерции думают, что вы еще маленькая, так и вы по инерции думаете, что их мнение еще для вас важно. Правда в том, что на данный момент это не так. Правда в том, что на данный момент не они определяют вашу жизнь, а вы сами. И соответственно только вас, то есть саму себя, вам и нужна площадь. А другие, другие просто высказывают мнение, но не могут ничего решить, не могут ничего поприять. Потому что в вашей жизни только вы сами принимаете выбор и вы не пьете ответственность. Родители этого еще не понимают. И возможно никогда не поймут, что они уже не имеют права нести ответственность за вас. А если они ее возьмут, то они рискуют сломать вашу жизнь. Они этого не осознают. И мало кто из родителей может это осознать наверно. Потому что это невозможно. Но вы, в силу того, что вы поколение молодое, вам это понять нужно. И поняв это, перестать обращать излишнее внимание на то, чего хотят родители и больше уделять внимание тому, чего хотите вы. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались обращать в субличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok